Улиток, которыми можно любоваться в аквариуме не так уж и много В одном из видео я показал улитку зебра В этот раз я хочу показать еще одну красивейшую улитку из семейства неретин Которую часто называют улитка красноточечная Естественный ареал обитания этой неретины Индонезия, Южная Африка и Сулавесия Считается, что в страны СНГ данная улитка попала из Индонезии Хотя сегодня сложно этот факт подтвердить Улитка красноточечная оригинальна, а крас ее панциря бывает разный От светло-оранжевого до красного цвета Часто на панцире улитки сочетается сразу несколько оттенков Немалый интерес представляет и черный узор у этих неретин В большинстве случаев это точки Но встречаются особи не с точками, а с полосами Более того, у каждой из неретин индивидуальный рисунок То есть не существует двух одинаковых узоров С возрастом, а точнее с увеличением размеров улитки Размер точек будет увеличиваться Очень хорошо себя зарекомендовала улитка красноточечная среди аквариумистов Уверенными шагами она завоевывает популярность и по сей день Сегодня ее не так сложно найти в зоомагазинах и аквасалонах А цены на этих улиток не кусаются На популярность этих красоток повлиял не только внешний вид Эти улитки неприхотливы в содержании, хоть и есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание Это температура воды от 20 до 27 градусов Чем ниже температура воды, тем менее активны эти неретинки Еженедельные подмены воды, фильтрация, жесткость воды от 8 до 12 И кислотность, которая должна быть не ниже 6,5 и не более 9 Но, пожалуй, самым важным нюансом является крышка или покровное стекло Все неретины пытаются сбежать из аквариума Особенно, если с водой что-то не так Если вдруг вы это заметили, стоит сделать подмену воды Протестировать воду на основные показатели Но совсем не факт, что с водой действительно что-то случилось Велика вероятность, что данный побег совершился из-за любопытства улитки Или от того, что ей просто нечего есть в аквариуме Как бы там ни было, помните о том, что дыхание у неретины красноточечной жаберное Самой ценной особенностью неретин является поедание зеленых и бурых водорослей При этом не стоит бояться за растения Чистка стекла и камней от зеленого налета приносит и им, и аквариумисту только радость Могут подъедать омертвевшие листья растений, но не более Опасности для креветок и рыб даже мелких рыб абсолютно не представляют Музыка Размер этих улиток совсем небольшой Взрослые особи достигают примерно 2-2,5 см Но как бы вам не хотелось на 50 литровый закинуть десяток другой этих красивых улиток Делать этого не стоит, дабы избежать голодания Даже несмотря на то, что оставшись без водорослей, без своей любимой еды Улитки способны питаться рыбьими кормами Если водорослей в аквариуме не осталось, а улиток порадовать хочется Можно им дать листья салата, немного зеленого огурца или вовсе дольку кабачка Перед подачей желательно ошпарить кипятком, чтобы не занести болячек в аквариум Улитка неретина красноточечная имеет и другие названия, которые встречаются значительно реже Но все же встречаются Неретина пятнистая Оранжевая блюдечка Виттина семиконника Неретина диамант Или неретины red spotted Улитка неретина красноточечная редко прячется в ущельях между камнями, под растениями или еще где-либо Но при этом наивысшая активность у этих улиток ночью Пожалуй, самое важное для успешного содержания улиток – подобрать доброжелательных соседей Избегайте соседства с цихлидами, раками, боциями, креветками, макробрахиумами и тетрадонами В противном случае эти красивые улитки будут беспощадно съедены Разведение неретины красноточечной возможно Но это крайне непростое занятие Хотя бы потому, что вода для молодых улиток должна быть солоноватой Как развести неретин, возможно, я покажу в других видео В пресноводном аквариуме неретины способны откладывать икру Которая похожа на белые зернышки Откладывают на всех поверхностях И это, конечно, портит внешний вид Сейчас такую икру можете наблюдать на своих экранах Удалять ее приходится механическим путем Но это, пожалуй, единственный минус в содержании этой красоты На этом видео подошло к концу Надеюсь, вам было интересно Если это так, обязательно поддержите это видео своим лайком А у меня на этом все Всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале Пар Пока! Субтитры сделал DimaTorzok